МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Йоу, тем временем мы потихонечку убираемся из рум-чип. Никуда не ходили, ничего не смотрели. Просто отдохнули чуть-чуть и сейчас идем вот на трассу. Добрели вот до китайской школы. Проходим через китайскую школу. Супер куча внимания. Ну? Окей, окей. Запрещают снимать. Все, ну ладно, идем дальше, наверное. Может, сейчас посмотрим чуть-чуть. Блин, оказалось, очень сильно нельзя снимать. Там аж ОМОН, ну, вы видели, наверное. Нас, короче, вы там вызвали полицию, нас забрали, вот привезли в участок полицейский. Блин, назад. Нам сейчас придется опять идти. Лишние там километры два с половиной. И ничего, они даже не смогли, короче... А, ну, типа, что нельзя там снимать, нам сказали, вот что. Хотели проверить нашу камеру, но они, походу, даже не смогли ничего с ней сделать, хотя я даже поменял флешку, чего можно было не делать. Они не догадались, короче, как посмотреть там файлы. Ну и все, а я отпустили, в общем. Сфоткали паспорта, но не очень много внимания нам оказали. И мы у них выбросили 30 юаней на проезд, потому что они нас, блин, провезли назад. Как мы шли, шли и нас назад провезли. Теперь, короче, сейчас мы, может, автобус поймаем сейчас, надеюсь. Потому что сейчас очень далеко идти до трассы. Ну и лишние там пару часов тоже потеряли, конечно, отстой вообще. Вот так вот. Опыт нахождения в полиции с китайской не забываем. Первый особенно. Я даже в русской полиции еще ни разу не был. А тут сразу такое, хопа. На третий день, такие дела. Пытаемся выехать до автобуса. Хотя бы нам еще там добрые женщины, еще 2 юаней дали. Спрос на проезд. Но нас вообще не понимают. Ну, куда-то вроде вот едем. Наш водитель, вот пустой автобус. Мы едем. Мы доехали до автобуса. Нам теперь опять помогают. Мы ничего не понимаем, ни они ничего не понимают. Восьмое мы там обзор. А это пока есть. Молодой человек вызвался нам помочь, но мы тоже не очень понимаем. Он пишет там записочку, что типа, чтобы найти наследие, там какие города, следующие там будут. Купил водички, сейчас мы вот уже практически на трассе, мы уже, блин, почти ночью на самом деле на дворе. Скоро сейчас темнеет, не знаю, сейчас куда-нибудь хоть вот там до первого, когда он написал, там 10 километров, может быть, хотя бы доберемся и стараемся там замочевать. Опять в полицейском участке, блин, опять нас сняли с машины и смотрят наши вот бумажки. Ай, не знаю. Ну, хоть в туалет сходили. Поставили на зарядку телефона. Пофоткались уже, успели. Может быть, сейчас поесть нам дадут еще. Ну, все, ручки. Пожалуйста. Короче, мы вообще не в курсе, что произошло. Нас сняли с машины, которая нас везла там чуть подальше. Пост полиции. Вот. Мы у них посидели, пофоткались, посменяли. Нас никто не покормил, конечно же. Пришел, говорит, чувак. Чуть-чуть поболтал с нами по-английски. Сказал, что все, можете идти. Окей, мы пошли дальше. Прямо около этого поста стали ловить машину. Один чувак остановился. И привез нас, короче, в ближайший город. Как называется? Ладно. Турфан. Город называется Турфан. С тем этим намеком, что типа переночевать. Мы говорим, у нас нет денег. Он такой, окей, окей. Привез, короче, касса, я не знаю, то ли он прикольнулся, то ли что, привез нас к самому дорогому отелю, который, мне кажется, вообще тут есть, там, что-то, не знаю, то ли по 50 тысяч вообще там номера. Короче, какой-то супермодный. Мы потыкались, потыкались, нам сказали, вы что, офигели, что вы тут делаете? Тут подкинули нам, короче, дешевый хостел. Вот тут мы вписались бесплатно с такой вот палатки. Вот, место вообще прикольное. Сейчас я вам чуть-чуть покажу. Такой вот хостел. Вон там, где нет света, там комнатки, где, ну, там, обычные люди живут. Где есть свет, там, душ, туалет и раковина. Там есть кухня, она какая-то вообще непонятная, поэтому мы будем сейчас готовить вот так вот на горелке, как обычно. Короче, переночуем сегодня здесь. Хорошо, хоть бесплатно. Завтра поедем уже дальше с новыми силами. Постираться, не знаю, тоже, может быть, не удастся, скорее всего, там, 2 юаня. Ой, 10 юаней стоит, мы говорим, что у нас нет денег, поэтому мы не будем, конечно, не платить. Так-то у нас есть 10 юаней, но мы не будем платить. Попробуем тоже бесплатно, не знаю, если прокатит, то круто. Если нет, то пофигу. Все ништяк, короче. Тусуемся. 200 километров проехали сегодня от Урумчи. Хоть что-то, мы думали, что вообще не проедем. Мы выездили на трассу, там, часов 6, наверное, вечера. Там уже начинало темнеть. Вообще какой-то стремный день, вообще непонятно. Два раза побывали в Минтоске уже сегодня. Ну ладно, все нормально вроде. Все хорошо, что хорошо кончается. Короче, покушаем, выложите спать. Всем спокойной ночи. И до завтра. Минство. Продолжение следует...